всем привет это обзоры лего его аналогов от колен красный 7 обзоре настоящий лего раритет набор лего серии звездные войны под артиклом 75 036 который называется нас воины утопал у нас наборе 83 детали 4 мини фигурки и рекомендованная розничная его цена 749 рублей на момент 2014 года такой год выпуска данного набора и ребята наконец-таки поздравьте меня я его купил я купил этот набор наконец-таки он у меня но с этим набором мне теперь наверно связано будет история на всю жизнь потому что я его долго искал долго хотел его купить долго найти его и у меня так получается что их целых два ну доказательства могу показать вам вторую коробку такого же набора но история о том как мне появился этот набор будет чуть позже либо в этом обзоре в конце либо в другом обзоре на другой наборчик тоже лего раритетный с авито а сейчас у нас обзор на данный батл пак что ж ну с чем вообще можно связать чувства и отношение к этому батл паку потому что потому что блин это самый дорогой батл пак на данный момент почему-то потому что буш на его набор стартует где-то от двух с половиной тысяч кстати говоря я купил его навито через навито доставка за 2 600 стартует он именно примерно с этой цены именно бушные а то бывает даже и дороже от трех тысяч а но ребят как думать сколько стоит новый набор но если не знаете я думаю что люди которые разбираются точно знают новый вот такой вот не скрытый набор четырнадцатого года у нас стоит на старту где-то от пяти тысяч пять 500 даже то есть просто бешеный ажиотаж на данный набор почему да наверное потому что здесь вот такие вот интересные у нас клоны 212 штурмового батальона и очень-очень сильно они фанатам так понравились наверное даже лучше чем 35 набор и тоже сереба это живу бутыл пока того же года где у нас зеленые клоны 41 по моему корпуса если не прав тут исправлю видео в общем но очень уж топовая получился battle pack очень всем нравится очень фанат от него тащатся радуются и собирают свою свой 212 батальон во главе с коди вот просто вот но не знаю я почему как-то неопределенно звезды так сложились что вот этот набор четырнадцатого года уж очень вот такой разошелся прям и наверное потому что ну звезды так сложились или еще вот но не могу я по-другому объяснить но набор действительно очень хороший интересен своими фигурками и я свою только небольшой построечка давайте мы посмотрим на коробочку первым делом вот такая у нас обычная коробочка стандартного размера размера батал паков нас не меняется и по сей день то есть можно купить вот такой бутылок такого же размера здесь достаточно очень интересный старт дизайн четырнадцатого года с дарт вейдером он многим тоже нравится очень хорошие такой интересный дизайн но по на мой взгляд были тоже другие интересные дизайн что у нас здесь еще у нас по моему в четырнадцатом году короткие вели вот эти новые бластеры фена как называют у нас здесь на русском ютюбе не очень они мне нравятся именно вот как оружие уклонов а вот как деталька скажи так у кого-то звездолет или транспортника она вполне эффективна но если давать ему просто и и фигурки то на мой взгляд это прям не очень что у нас на обратной стороне у нас представлены здесь функции и данные battle pack был куплен в мире кубиков как видите здесь их фирменная наклеечка так инструкция инструкция довольно таки простая маленькая на небольшое количество страничек здесь у нас сразу мы первым делом собираем все четыре мини фигурки и потом мы собираем довольно таки интересного дроида который называется у нас октоптара вот данный дроид но о нем чуть позже тоже расскажу где он появлялся вот такая инструкция у нас конце должны быть наборы этого года да да нет нет блин я думал будет видимо чуть побольше наборах нас были инструкции с другими наборами так ну давайте приступим к самым мини фигурка в данном батлблаке у нас уже второй раз появляется клоны 212 штурмового батальона до этого у нас они были в такой небольшом наборе не помню в артикул где нас была пушка у баранцев такая небольшая там нас был клон 212 батальона но в другой раскраски более желтый более он такой мультяшно здесь же у нас уже приближена к третьему эпизоду вся эта ситуация с клонами очень довольно таки интересный раскрас все максимально приближено канонам интересно то что молодцы лиговцы добавили на тот момент такие большие потертости что придавало фигурки более реалистичности здесь у нас точно так же все изображено и под шлемом у нас старое лицо клонов которая как бы ну не каноничная теперь но всем она скажем так полюбившись нормально наверное потому что ну очень много лет выпускалась 14 года набор и до двадцатого года у нас выпускалась вот это лицо наверное даже и чуть раньше начала на выпускаться то есть ребят где-то шесть-семь лет выпускалась вот эти клоны с таким лицом вот в наборе нас два обычных таких пехотинца 212 штурмового батальона и и два клона десантника очень интересные фигурки впервые нас появляется вот такой шлем десантника его впервые мы могли увидеть естественно фильме и потом уже по моему в первом во втором battlefront и 2005 года очень интересная фигурка своей необычностью скажем так на тот момент потому что есть такие интересные принты ну аэрборн пояс небольшое как бы изображение наплечника и небольшая такая вот юбочка тоже она тканевая тоже интересно сзади вот такой у нас принтик и интересно то что здесь у нас одна рука оранжевая а другая белая у нас имеется переиздание данной фигуркой 2020 году в истребителе гриуса но отличие там всего лишь одно юбка там черного цвета здесь серого то есть это на данный момент эти фигурки являются такими скажем так уникальны также имеется у нас потертости на шлеме и на ногах и на торсике и под шлем у нас все тот же старый клон виде постройки на здесь выступает вот такой дроид тренога который называется у нас октоп тары честно говоря когда я видел от набор четырнадцатом году да и до последнего времени я не замечал данного дроида в третьем эпизоде имени на утопал на самом деле там есть небольшой фрагмент когда у нас дроиды пауки такие маленькие шага и там он появляется буквально на секундочку но данный дроид у нас был характерно виден при приказе 66 на планете где у нас бывали джедая магистра киаде манди вот там он вовсю скажем так пылал своими вот этими оружиями то есть сам основной механизм у нас крутится и вот момент у нас стреляют такие еще старенькие шутеры которые до сих пор эффективно вам скажу без пружины без пружины но они очень хорошо стреляют и конструкция на самом деле полностью у нас передает этого дроида очень она уж такая хорошая у нас но простая всего что у нас 83 детали 84 и довольно таки схожи по масштабу с мини фигурками то есть для battle пака я считаю это супер конечно если бы это был какой-то отдельный набор наверное бы олег у нас как всегда перестарался сделала бы данного дроида очень гигантским и детально но я считаю для данного набора ребята справились на супер просто и 14 будет конечно дает о себе знать вот ребят мне на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк колокольчик если вам понравилась эта история если вам нравится данный набор всем пока